Шокирующий исход. Средний класс покидает Нью-Йорк. Более миллиона из примерно 8-5 миллиона жителей Нью-Йорка беспокоятся, что может перестать хватать еды на семью, показывают исследования. Считающиеся столицей мира Нью-Йорк стремительно покидают представители среднего класса, пишет New York Post 23 декабря. Перепись населения показала шокирующий исход. В среднем Нью-Йорк теряет по 100 жителей каждый день. Издание связывает это с повышением налогов, увеличением расходов на проживание и снижением зарплаты за внедрение различных технологических решений. Все это сильно ударяет по среднему классу, и в итоге его представители покидают Нью-Йорк в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии. 1930 Е ссылается на слова аналитиков газета. Сейчас среди жителей города 48% относятся к среднему классу с доходами в 30-60, тысяч долларов в год, 31% зарабатывает меньше, еще 21% считается богатыми. Роботы отберут работу. Доклад о борном развитии. Богатые в Нью-Йорке становятся богаче, бедные на самом деле тоже становятся богаче, но не настолько, чтобы переходить в средний класс, отмечает экономист из Американского института экономических исследований Петер Эрл. Так, из приблизительно 175 тысяч новых рабочих мест в частном секторе, созданных с 2007 года, лишь менее 20% получают доход, соответствующий среднему классу, указывает эксперт. По его словам, небезосновательно считать, что доходы среднего класса в городе снижаются даже быстрее, чем в других крупных населенных пунктах США, особенно из-за цен на жилье и в целом на жизнь. Как отмечается, в целом средний класс сокращается по всей стране. Однако в таких городах, как Нью-Йорк, это особенно заметно. Появляются в том числе закрытые и заколоченные магазинчики, растут арендные ставки, снижается потребительский спрос. По последним исследованиям, более миллиона из примерно 8-5 миллиона жителей Нью-Йорка беспокоятся, что может перестать хватать еды на семью. В сентябре Нью-Йорк стал крупнейшим финансовым центром мира, опередив прежнего лидера – Лондон. В октябре зафиксировали первые за 25 лет выходные, во время которых не произошло ни одного случая стрельбы в Нью-Йорке. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и httpstmicrespondent.net по материалам сайта Ньюсгроком. Продолжение следует...